А вот героям нашего наступного сюжета «Богатый снегопад» только на корысть. Сегодня гомельчане массово стали на лыжи. Спортивное свято «Гомельская лыжня-2018» собрало в заречной зоне Ракисож больше как тысячу аматров активного зимового отпочинка. По одним – семьями, компаниями, научальными установами и працовными коллективами. Амаль – усе с лыжами. Гомельчане активно рушили в заречную зону Сожа, как весело и с корыстью провести первые дни календарной, а леяше не климатичной весны. Мостный снегопад унес коррективы только у организационный процесс, однако, за кучи зладженной и оперативной подрыхтовшей работе, ничто не перешкодило проведению спортивных свято. И на лыжни, и в зоне отпочинку было комфортно и беспечно. Бегаю раза три-четыре раза в год на всех лыжнях, на всех мероприятиях и так. Трасса, конечно, рыхловатое, снега много выпало, мягкое. Но, в принципе, нормально. День хороший, не очень холодно. Нормально. Некто только освоивая этот вид спорта, некто не представляет своего зимового отпочинку без лыжни. Некольки взрослых категорий и разные подложения трассы. Организаторы подоглезли все, чтобы конкуренция была сумленной. Лыжня удается. Вы знаете, в прошлом году мы с большим перерывом провели первый раз лыжню. Три года мы не проводили за отсутствие снега. В этом году мы опять проводим лыжню. В таком порыве за здоровым образом жизни надо вот эти последние дни зимы ловить, для того, чтобы хорошо провести время. Болельщики сыгрывалися гараж и горбаты, а лыжники – борозбой на трассе. А и она часом была напруженной. Так что на пьеды стал подымались самые худкие. А ты, а кто до призовых местов не дотягнул, не отчаивались. Старый принцип – галуны – не перемога, а удел. Тут оказался дарыши. Комфортная надворья, добрый настрой и галуны – веселая компания. Самая лепшая у знагорода. Максим Савин, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».